Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. Две последние главы, 65 и 66, представляют собой сборник апокалиптических пророчеств. И датируют обычно, ученые датируют эти главы началом послепленной эпохи, тем временем, когда остаток израильтян возвратился из Вавилонского плена и отстраивал свой город, Иерусалим, и отстраивал храм. 65 глава. Начинается она прямой речью Господа. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Народ был в жалком состоянии в этом самом Вавилонском плену и не именовался именем Господнем. Но Господь, хотя они и не вопрошали, и не призывали многие из израильтян, большинство, наверное, Он все-таки открылся и позволил Себя найти тем, кто Его не искал. «Генене, Генене», — говорил он, «вот я, вот я». И здесь применяется антропоморфизм. «Всякий день простирал я руки мои к народу, непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям. Простирал руки, желая вызволить этот народ из его грехов, из его жалкого, бедственного состояния». «Народ непокорный и путем недобрым ходил, по своим помышлениям, не по Божьим заповедям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках. Сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое вариво в сосудах у него». Здесь звучит критика в адрес, по всей видимости, тех, кто оставались в Святой Земле. Депортация, произведенная вавилонянами на уходоносором в 586-587 годах до н.э., она не была тотальной, она не была уже столь масштабной, как ассирийская депортация северных колен. И в Вавилонию были отправлены прежде всего знати, вельможи, а также ремесленники, умелые люди. А вот Амгаарец, простой народ, народ земли, оставался для того, чтобы возделывать, продолжать виноградники и жить в этой стране, в стране Израиля. И вот этот самый народ здесь критикуется. Ну, по всей видимости, когда народ, остаток народа из Вавилонского плена вернулся, это был более духовно здравый народ, конечно же, чем те, кто оставались в Святой Земле. И они обнаружили там, что процветают культы идолопоклоннические, процветают вот все это, то, о чем здесь говорится. Мерзкое варево у них в котелках, языческие обычаи, практиковавшиеся тайно в Иерусалиме в эпоху, во время плена. И вот с этими обычаями столкнулись вернувшиеся из плена остатки израильского народа. И община иудейская должна была эти обычаи искоренять. И вот здесь как раз они подвергаются критике, эти обычаи. Сидит в гробах, сказано, то есть, возможно, здесь имеется в виду некромантия, вызывание мертвых или еще что-то, связанное со смертью и с культом предков, наверное. Ночуют в пещерах, сожигают фимиам на черепках. То есть, какие-то культовые практики, не совсем они здесь конкретизированы, какие-то культовые практики языческие, идолопоклоннические. То есть, здесь говорится о синкретизме, смешении истинной веры. Видимо, те, кто там находились, иудеи, и израильтяне, они вот всем этим занимались. И когда община по эдикту Кира, она вернулась, остатки иудейской общины вернулись, они обнаружили вот все это и должны были с этим как-то бороться. «Который говорит, 5 стих, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Свят здесь, ну, по-разному можно истолковать эту первую половину 5 стиха. Может быть, это говорят вот эти самые язычники, которые, вернее, язычествующие иудеи, идолопоклонники, синкретисты, которые вот всем этим занимаются, о чем говорится в предыдущих стихах. А может быть, это говорят такие суперблагочестивые иудеи, которые думают, что от одного прикосновения только предается святости или скверно, и считают себя такими особыми, отделенными от других, такими, этакими, вот как в Новом Завете Перушим, фарисеи, святость, этимологический корень Кув Далит Шин означает отделенность, отделение, и отделяющие себя, и говорят, не подходи ко мне. Обычно человек прокаженный, говорил, не подходи, я прокаженный, чтобы кого-то не заразить проказой. А здесь, наоборот, человек боится потерять свою святость от прикосновения к какому-то другому человеку. Боится прикоснуться. Ну, я думаю, что скорее первые, вот эти самые, которые занимаются здесь мерзостями, идолопоклонническими, культом иных богов и всякими другими разными нехорошими делами, например, вызыванием мертвых, сидят в гробах, ночуют в пещерах, вот они же, они же, по всей видимости, и еще и посещали богослужение истинно, истинному богу в отстраивающемся Иерусалимском храме. Видимо, они здесь и подвергаются критике. Вторая половина пятого стиха звучит так. «А не дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день». Очень неприятно, когда дым лезет тебе в глаза, в нос, когда ты задыхаешься от этого дыма. Огонь горящий и дымящий. Дым, огонь. Все это неприятно, когда ты находишься среди дыма. Кто сидел у костра, знает, что если дым от костра дует тебе в лицо, то можно закашляться, задохнуться для обоняния. Это неприятно. Такое же отвращение вызывают у Господа вот эти синкретисты, те, кто, считая себя святыми, в то же время занимаются всякими мерзостями. Вот что написано пред лицом моим, продолжается прямая речь Господа. «Не умолчу, но воздам, воздам в недра их. Господь отомстит. Беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших, которые воскуряли в имя на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их». Отцы здесь — это те поколения, которые во время плена оставались в Иерусалиме, вообще в Святой Земле, а также, видимо, еще и вспоминаются здесь грехи допленные, когда процветал действительно синкретизм, а порой уже откровенное почитание иных богов, дало поклонство в долгое царствование царя Менашема на сей нечестивого, который царствовал более 50 лет, незадолго до Вавилонского пленения. Тоже тогда творились всякие вот эти мерзости, о которых здесь говорится, да еще и большие. «Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда, говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. Не всех Господь погубит, не всем воздаст в недра их, как здесь сказано, и вот пощадит и помилует, и уже пощадил и помиловал тех, кто вернулся из Вавилонского плена». А вот те, кто, несмотря на действия Божьи, на его милость, проявленную им в этом освобождении, из этого рабства, из этого плена, все-таки продолжает грешить, заниматься иными культами религиозными, совершать ложное служение, идолопоклонство, то есть служение иным богам, вызывание мертвых, гадание и прочие всякие нехорошими делами заниматься прочими. Вот таких Господь погубит, а рабов своих, те, кто служит ему искренне от своего сердца, помилует и пощадит. 9 стих «И произведу от Иакова семя и от Иуды, наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там». Там, в святой земле Израиля. От Иакова, от Иуды, наследника гор моих, Иудейская на горе, Ефремова на горе, заселится вновь. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор, местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. В первом стихе говорилось, во втором стихе, в первом-втором, что Господь открылся невопрошавшим и неискавшим, был найден неискавшими, ходившими путем недобрым. Вот здесь говорится, что народ взыскал Господа. Для волов народа моего, который взыскал меня. Ну, это библейская поэзия, и мы не должны, порой, не должны подходить к ней строго, вот, логически. Потому что один образ может перетекать в другой, и одно вдруг оказывается чем-то другим. И это свойственно для библейской поэзии, как и для поэзии вообще. Нельзя подходить к ней, как пророчества библейских пророков. Это чаще всего в форме поэзии, они передаются в форме стихов. Вот нельзя подходить к ним, интерпретировать так же, как мы интерпретируем прозу. Поэзия, ей свойственны гиперболы, свойственны внутренняя напряженность такая вот, которая порой может восприниматься как логическое противоречие. Нет, противоречия здесь нет. Были те, кто взыскал Господа, и те, кто его не взыскивал. Здесь два топонима упоминаются. Во-первых, Шарон, в синодальном переводе Сарон. Шарон — это область такая между Иудейским Нагорьем и Филистимской, вот этой приморской низменностью. Область Шарон, она зеленеющая, цветущая, и много лугов, и очень приятная для жительства, и там сады, огороды, и все такое прочее. Кстати, неоднократно упоминается в Писании эта область, и даже поэтически воспевается Лиля Шаронская в книге «Песнь Песни Соломона», как все, конечно, помнят. Долина Ахор — это с другой стороны от Иудейского Нагорья. Это, если спуститься в низменность Иорданскую, в низину, то недалеко от города Ерихон находится эта самая долина Ахор, которая исторически всем памятна тем, что там был убит, побит камнями Ахан, который нарушил заклятие и взял из заклятого книга Иисуса Новина, 7 глава, за что народ был наказан и потерпел поражение от хананеев. Вот этот самый Ахан, о котором пишется в книге Иисуса Новина, как раз был побит камнями в этой самой долине Ахор. Кроме того, Ахор упоминается, например, в книге Осии, во второй главе, где, в частности, говорится, вторая глава, пятнадцатый стих, «И дам ей оттуда невесте». Невеста здесь представляет собой израильский народ, а Господь, не невеста даже, а жена, которую Господь возвращает, говорит к ее сердцу, увлекает в пустыню и так далее. Вторая глава Асии. Вот здесь говорится, «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды». Долина Ахор, она была такая пустынная, безжизненная, бесплодная и пользовалась дурной славой. Но вот теперь она, согласно книге Осии, будет местом для возделывания винограда, то есть будет благословленным это место, благословенным от Господа. Значит, здесь это хорошая весть, хорошее пророчество, пастбища, отдых для валов и так далее. А согласно Осии еще и виноградники будут расти там. То есть то, что было пустыней, запустением, безжизненной, бесплодной землей, оно наполнится, будет там трава зеленеть, будут пастись стада, а также будет возделываться виноград, то есть будет плодоносная, плодородная земля. «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени, вас обрекаю я мечу». Здесь звучит опять критика не тех, о ком говорилось в 9 и 10 стихах, то есть благословенная часть народа Божьего, а говорится о тех, кто занимается чужеземными культами и занимается синкретизмом, тайно совершает запрещенное служение иным богам в Иерусалиме. Вот здесь, то есть тем, о ком говорилось в начале этой главы, 65-й. «Господь обрекает их мечу». Здесь упоминаются гад и мини. Гад — это божество счастья у арамеев. Мини — еще одно арамейское божество, которое, по всей видимости, возможно, является божеством судьбы, хотя неясно, непонятно совершенно. Некоторые, впрочем, полагают, что гад и мини — это божества Солнца и Луны, имена божеств Солнца и Луны. Но комментарии, например, в Иерусалимской Библии, «Библь де Жерузалем», там комментаторы говорят, что гад — это арамейское божество счастья, ну и предполагают, что мини — это божество судьбы. Они здесь тоже занимаются служением этим самым божествам арамейским, какую-то трапезу приготовляют для этого гада, полную чашу для мини. И возлияние какие-то, видимо, как части этих самых культов. Вот Господь обрекает их мечу. «Вас обрекаю я мечу», то есть на смерть, «и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Злое в очах Господних — это как раз служение вот этим гаду и мини, этим божествам арамейским и всему тому, о чем говорилось выше в предыдущих стихах. «Посему так, говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждаю». Две части народа иудейского, одни благословляются, другие наказываются, проклинаются, можно сказать. И вот те, хорошая часть, которые не занимаются культом иным богам, не практикуют эти культы, не занимаются долопоклонством, они будут как раз благословлены, будут сыты и не будут жаждать, будут пить. А те, кто сейчас едят, приготовляют трапезу для мини, растворяют полную чашу для... приготовляют трапезу для гад, растворяют полную чашу для мини, они как раз у них не будет уже ни полной чаши, ни трапезы, они будут голодать и мучаться жаждой. Дальше. «Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». Проявится благословение и проклятие. Будет видно и очевидно, кого Господь милует и благословляет, тех действительно из Его народа, кого можно назвать рабами Господа. А те, кто хотят быть рабами других божеств, они будут кричать от сердечной скорби, рыдать от сокрушения духа и так далее. Будут в стыде. «И оставите имя ваше, избранным моим, для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем». Вот одни благословляются, другие проклинаются. Избранные Господни — это те, тот остаток народа Божьего, которые полностью отказались от всякой идолопоклоннической мерзости, от вызывания мертвых, гаданий, служения иным богам, и все, что запрещается Богом, и служат Богу от всего сердца, только Ему, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Никаким другим, никому это ни было, ни луне, ни звездам, ни другим божествам служить нельзя. Вот. Это рабы Господни, и они, им будет дано новое имя, назовет их Господь новым именем. Вспомним первый стих этой главы. «Господь говорил к народу, не именовавшемуся Его именем». А здесь они будут именоваться именем, тем именем Господним, которое даст им сам Господь. Неизвестно, что здесь имеется в виду за имя, но, видимо, это имя свидетельствует о том, что это действительно рабы Господни, Его избранные, и сам Господь назовет их этим новым именем. Новое имя, часто вот это выражение, новое имя, звучит в Священном Писании, как Господь нарекает новое имя. В том числе в Новом Завете, в книге Апокалипсис, например, тоже говорится о новом имени. «Которым, кто будет благословлять, вот этим именем, 16 стих, себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих». Все это продолжение прямой речи Господа. Речь Господа от первого лица. Пророк передает эту прямую речь. Сначала, видимо, устно, а потом это было записано и попало в текст книги Исайи. «Кто будет клясться, будет клясться Господом Богом, твоим клянись», сказано в законе Моисеево. «Кто будет благословлять себя на земле, благословляться Богом, и благословлять Богом, и клясться Богом». Никакими другими божествами, ни гадом, ни мини, нельзя. Только Господу Бога нужно бояться, и пред Его именем трепетать, и Его именем благословлять, и Его именем «клянись» сказано. В Новом Завете несколько будет актуализация, небольшая, аджорноменто будет сказано, Иисусом не клянись вовсе, чтобы случайно не согрешить языком. Вовсе не клянись, да будет слово ваше «да, да, нет». «Да, да, нет, нет». Ибо вот я, дальше 17 стих очень важный, «Вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Господь творит новый мир, совершенно новые будут отношения и с Ним, с Богом, у людей, и не только у израильтян спасенного остатка, но и у всех народов земли, о чем мы будем читать ниже. Дальше. И вот здесь говорится об этом новом мире, совершенно очищенном от грехов, от зла, от всяких форм идолопоклонства и всего того, что не угодно Богу. Новое небо и новая земля. Вот эти новое небо и новая земля, эти же выражения используются в Новом Завете. Вот, например, послание апостола Петра 2, 3 глава, 13 стих. Пишет в соборном послании его автор так. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот «правда будет обитать», так интерпретирует второе послание Петра, строки из книги Исаии, их цитируя, истолковывает, объясняет, интерпретирует. Ну и вспомним, конечно, книгу «Откровение Иоанна», 21 главу, 1 стих видит видение зритель тайн Божьих и видит новое небо и новую землю. 21 глава, книги «Откровение», 1 стих звучит так. говорит от первого лица Иоанн, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Далее он видит святой город Иерусалим, сходящий с неба, украшенный, как невеста для мужа своего. Новое небо и новая земля, новый мир, «Се творю все новое». Это тот новый мир, о котором говорилось во второй главе Исаии. Мир, наполненный совершенно новыми отношениями, мир, благословленный Богом, где нет места греху, где нет места вражде, перекуют мечи на орала, не будут учиться воевать и так далее. Новый эскатологический мир наступит после того, как Господь совершит свой суд. 18 стих читаем. «А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». Вот после нового неба и новой земли Иоанн в Апокалипсисе видит новый Иерусалим. Здесь у Исаии тоже говорится небо и земля новая, а потом говорит он об Иерусалиме. Этот Иерусалим тоже будет обновлен, освящен Богом и будет местом божественного присутствия, как и должно быть. «И буду радоваться, да, об Иерусалиме» 19 стих, «веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голоса плача и голоса вопля. Ни смерти, ни войны не будет, и не о чем будет плакать, будет веселье и радость в Иерусалиме среди народа Божьего, населяющего Святый Град. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». Опять говорится, а как же столетний грешник будет проклинаем, откуда он там взялся, но в новом, освященном, очищенном Богом Иерусалиме. Здесь говорится об этом столетнем грешнике, который, видимо, не войдет в эту новую реальность, новое небо, новую землю, новый Иерусалим. Вот он будет вне. В конце 66 главы мы увидим, что вне будут те, кто отступили от Господа, червих не умрет огонь, их не угаснет, они будут мерзостью для всякой плоти, и их будет всякий видеть, выходящий из Святого Града, они будут вне Святого Града, то есть вне спасения. «И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их». Это те, кто наследует новое небо и новую землю, и граждане Нового Иерусалима. «Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел». Вот насадили, пришли враги, все сожрали, сделали вино молодое, пришел враг, все вино вылакал. Такого уже не будет, потому что не будет врагов, не будет войны. «Насаждать виноградники, и сами будут есть их плоды. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Проклятием является, когда человек умирает в приполовении дней. А вот здесь будут старцы, столетние, как юноши. У них не притупится зрение, не ослабнет слух. Как Моисей, 120-летний, он был в полноте сил своих, Господь его забрал, он бы еще жил и жил, праведник. Вот здесь народ будет праведный, поэтому никто не будет умирать в юности, а старики будут, и столетние старики, умирая, будут как словно юноши, крепки, сильны, и жизнерадостны. «Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Бывают деревья очень многолетние. Вот, например, ливанский кедр, он растет несколько тысяч лет, растет, зеленеет. Кто бывал в Ливане, там можно познакомиться с этими замечательными деревьями, возраст некоторых из них три-четыре тысячи лет. Но не только кедр ливанский, ну, например, некоторые деревья, которые растут на острове Мадейра, где есть вот посреди острова такое огромное-огромное ущелье, и из гор смотришь в эту пропасть, километровую или даже более километра пропасть, внизу множество-множество деревьев, и возраст этих деревьев тоже три-четыре, а то и пять тысяч лет, как говорят ботаники, которые следят за ними на острове Мадейра. И вот и человек здесь уподобляется этим долгоживущим деревьям. Вообще деревья обычно живут дольше людей. Вот дни человека, когда наступит новый мир, новое небо, новая земля, будут столь же долгими, как дни этих деревьев. Новый Завет будет говорить о вечной жизни, о том, что смерть будет побеждена, последний враг победится смерть. Исаия уже это предчувствует, предвкушает книга Исаии, но пока еще о бессмертии, о вечности, об уничтожении смерти пока еще не говорится. Об этом будет ясно сказано у Даниэля, книги Даниила, но потом, конечно, со всей очевидности прозвучит в Новом Завете учение о воскресении и о вечной жизни. «Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними». Детей рождать на горе – это значит, их возьмут детей в рабство, убьют мечом враги или покосит их смерть, эпидемия, что угодно. Этого не будет. Не будет никакого зла. «И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, а я уже услышу». «В плену Господь отвернул лицо Своё от народа Своего и не слышал их воплей до времени, пока наконец услышал и освободил». А вот здесь Господь будет настолько близок, что люди еще даже и не воззовут ко Господу в молитве, а Он уже их услышит. 25 стих замечательный. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому». «И для змея прах будет пищею, они не будут приносить зла и вреда на всей святой Гарема, и говорит Господь». Здесь этот стих перекликается с первой частью книги Исаии. 11 глава говорит о том эсхатологическом мире, мессианском веке, где не будет зла. И волк, и ягненок, и лев будет есть солому. Повторяется то, что сказано в первой части книги Исаии. В 11 главе, в 6-9 стихах более подробно обо всем этом говорится. «Дитя простает руку на гнездо змеи» и так далее. Здесь в апокалиптической картине, которая изображена в этих последних главах Исаии, говорится о том же самом, о том же самом благословенном, эсхатологическом, мессианском веке, о новом небе, о новой земле, о новом состоянии человека, о новых отношениях, о совершенно праведных, очищенных от всякого греха, о взаимоотношениях с Богом и друг с другом, об уничтожении всякого зла, об истреблении всякой опасности. Безопасный, полный и совершенный мир. Вот о чем говорится здесь, в книге пророка Исаии в 65-й главе. Эта тема будет продолжена в следующей заключительной главе книги Исаии. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok